господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного сегодня 13 декабря 2015 года воскресенье я в основном на наших ресурсах работы я покажу я вот посмотри это у меня что открыто мой мир вот где это у нас страница своя есть у меня их несколько даже у других там модератора работает вот игнатий 1 лапкин 1 это наша потеряевская панорама он там видать дальше детский лагерь там он синики это лога идут это столбы но все понятно тут и тут я выставляю основные ролики их уже здесь больше двух тысяч сколько 2088 68 а всего их у нас на в другом месте на ю тубе дальше есть у нас форум форум я покажу как сейчас первую страницу не показываю хотя можно было бы и показать это у меня какая страница вот так вот он православный форума игнатия лапкина эти как вот это это тема вопросы и ответы уже 306 страница но понятно что это много 306 страница 1 страница это сколько вот это идет одна одна страница вот и вот сегодня получил я такое письмо сейчас володя будет считать покажи на него вот я это письмо принял к сведению и сейчас с небольшим раскладом рассуждением буду говорить дальше читай володя добрый день игнать тихонович пишут вам николай и анна колесниковой мы уже в преклонных годах компьютера у нас нет но с большим удовольствием смотрим вас по телевизору нам настроили дети когда к нам приезжали в гости и показали куда нажимать чтобы открывать ваш канал сейчас мы у них гостях и они помогают нам написать вам это письмо к сожалению можем смотреть только последние 10 опубликованных вами видео или телевизор такой или мы не умеем на большее не способны слава богу что так получается всегда с особым интересом смотрели собрание вашей общины этим самым мы как бы виртуально жили вместе со всеми вами но с определенного времени собрание общин стали выкладываться задержка во времени и часто информация собрание стала терять актуальность на момент выкладывания я сейчас буду по частям говорить действительно вот что пишут почему я решил ответить на это письмо она все правильное видно что но я так вот доверился что это никакая не выдумка именно вот они такие есть и дети помогает и как-то все сердцем я к этому открытый вот раньше я выставлял сам но сейчас у меня тихо медленно так работает вот компьютер загрузка что иногда один ролик загрузить меня до 16 часов но вообразите что 16 часов а когда загружается тогда я не могу не в mail.ru войти не почту проверить то есть он все всю энергию забирает поэтому сегодня вот понедельно я даю сегодня 27 неделя номер 27 братья отвезли ее как администратору а раньше петеряевки было так она это делает отсылает на обработку воронеж сергей там парализованный козлов работает и тогда только я могу найти а у меня выход можно только в ночное время я смотрю уже ролик стоит они его ставят но под замком я снова там смотрю меняю или добавляю какое оглавление будет ему и тогда то есть это все сложно а когда я делал сам я делал сам сам я почти не делаю а который делает но не так большие которые можно ужать тогда дело я сразу в течение одних суток могу поставить сейчас не могу вот сегодня отвезли это диск наш а диски то большие терабайты даже 2 отдал запасные сейчас это 4000 гигабайт у нас около 4000 роликов понятно что это объем огромный просто и вот здесь сейчас я бы выставил уже удовлетворил более но с определенным время собрание стали так и часто даже часто информация собрание стало терять актуальность на момент выкладывания часто вы рассказываете о новостях в мире и у вас и она актуально пока свежо можно ли собранием дать наивысший приоритет и выкладывать их по возможности как можно раньше но раньше чем через полторы недели не могу просто физически не могу у меня их нет сегодня отвезли остался там диск а назад не привезли поет завтра за евангелиями и там ну привезут а она их обрабатывает быстро ставит теперь это быстрее я могу в течение одной недели но остальные ролики значит тогда я это учту собрание и занятия собрание занятия это надо все-таки два дня сразу это большой материал собрание по гигабайту идут это больше полтора часа полтора часа это не каждый будет смотреть ну и дальше обычно оставлю небольшие так честно признаемся очень не хватает эффекта присутствия рядом с вами хорошо бы чтобы вы делали раз в день вечером хоть небольшое видео о том что было у вас за день знаете это мысль тоже хорошая я думал но мне нужен всегда толчок какой-то вот люди которые меня не знают они начинают что-то говорить совершенно не знаю мне все время нужно чтобы что-то выбило искру вот какие материалы у меня есть они вызваны чем-то было стали сильно нападать на что-то я занимаюсь этой темой вот видел такое ярое непослушание священнику я сразу начинаю писать материал собирать отцы и дети вышло эти мои ответы они все в книге к истинному православию вот какая-то тема она обязательно чем-то вызвана у меня какой-то толчок событий не просто я кабинетный работник сидел бы и думал думал а какую тему взять какая бы была интересна такую по заковыристи название такое чтобы люди шли миллион посетителей было а зайдешь когда там ничего этого нету то есть они обмана ну и но сегодня подошли больше завтра ты ты другой поставил ролик это уже забыто никого не знаешь но у меня постоянно читатели слушатели зрители постоянно это две с половиной тысячи человек 2 600 даже вот так я сейчас даже проверить могу сколько поточнее сказать вот сколько здесь у меня две тысячи пятьсот восемьдесят пять видите как просмотров у нас один миллион семьсот двенадцать тысяч восемьсот сорок три но ведь и все таки вот маленькая люди это посещают вот сегодня сергей поставил сколько здесь вот три пять часов назад сто один просмотр ну для новичка это что-то значит но у нас это постоянные эти те же одни и те же люди то есть это те люди которые буквально прикипели к тому что они слышат дальше а именно зачитать кто что написал вам и кратко дать ответы вопрошающих ведь если бы раньше было я но я все время копирую вопросы и ответы сейчас я их вопросы защитаю я посмотрел ну выбрал на дальше уже видно будет как кто за что поблагодарил вас что еще было примечательного но даже это это было бы весьма интересно и полезно тут я сегодня как раз покажу покажу какие письма идут часть там фамилии не поймешь некоторые даже я сократил может я не спросил их они желают нет личную переписку выставить ну но если выставила она уже не лично по крайней мере администрация этого ресурса уже знает ничего тут такого нету и я не люблю вот эти тайны кому я что пишу все могут распространять даже меня не спрашивать ролики фотография фотографии у нас это 18 тысяч в mail.ru так что мы можем кое-что дать дальше ведь те кто смотрит вас по телевизору а таких людей с современными технологиями все больше и больше и такие люди зачастую не имея компьютера и не умея им пользоваться лишаются ценной информации которую вы выкладываете на форуме отвечая людям на их вопросы так нам сказали дети они правильно сказали дело в том что я в контакте не бываю есть такие ресурсы как одноклассники их вообще никак не признаю хотя зарегистрировал facebook меня зарегистрировали я тоже ничего не понимаю ну я занимался сколько мог тут в пределах нажатия кнопок facebook у меня не пошел совершенно twitter не знаю но там работают люди там берут у нас большой штат модератора по администрации помощники если в общей сложности не менее 15 человек которые постоянно работают сейчас мы говорим один считает один снимает нас уже задействовано трое трое вот я отвожу обрабатывает четвертое я не плачу за компьютер за и интернет это спонсоры так называемого благодетели кто-то платит компьютер я не покупал мне купили духовные дети духовное фактически если все так разобрать вот когда пришлось переводить с этого который у меня на плюнках записаны катушки и в цифровое чтоб сюда это была целая операция вот огромная вот он магнитофон рядом стоит маяк 305 вот он стоит какой по формату он большой вот 40 сантиметров с лишним его длина примерно 17 высота ну и тут было три скорости его какая ширина вот и из них надо было перевести это было очень непросто никто за это не брался я пошел я говорю вы можете ну сколько у вас там какая-то организация делает это дело они как завернули за день час 400 рублей там а у меня пенсия 6275 рублей 3 копейки я только что вышел на этом конец но стал переписывать сам николай польгуев отремонтировал мастер такой большой и вот моя комната вот смотрите вот эта комнатка ну какая она комната у тебя сейчас прошу 234 5 6 7 метров 7 метров вот туда рукой за день за этот за за стенку протягиваю руку ну вот и здесь и здесь маленько не достает это а то что метр семьдесят на метр там уже 60 но ты считай 343 с половиной метра ширина здесь у меня приборы стоят здесь магнитофон работает вот он стоит которым еще магнитофон вот здесь принтер там принтер видите какая обстановка вот можно узнать и началась но не надо вот вот здесь они работают никого не тот я веду дневник больше 50 лет уже я вот так вот хожу в переключая какая дорожка и какой файл получится я хожу возвращаясь назад я один дома никто не приходит я работаю 16 часов следующий день записываю меня 18 часов следующий у меня 20 часов 22 и на пятый день я посмотрел меня 24 часа это ли это все за кадром люди видят на нашем сайте там 50 книг начитаны мной на на начитаны были на катушечные магнитофоны а перевести их цифровой но кто занимался ответьте мне знаете или нет а как это можно столько времени не знаю я вот так иду вот здесь вот здесь разворачиваюсь и уснул а я православный у нас на стоя спать могут храме люди уже мы привыкли я заснул заснул но видимо организм то не выдержит качнулся где я нахожусь а работает магнитофон так переключить надо переключил пошел туда на кухне стоя заснул по на повороте я снова заснул и вот эти маленькие вспышки они очень полезно на организм дают это леонардо доверяще знал и все кто мало спит как это все дается люди то не знают но не может быть может быть может чтобы создать наш такой файл сайт на нем 50 книг ману и аудио начитана ну просто зайти зарядить из сайт игнатий лапкин и библейский православный сайт и там найдете все я считаю что сайт единственный в мире такой по тяжести своей сколько в нем всего сколько всего там есть вот у нас здесь на ю тубе а то лично наши только ролики около четырех тысяч роликов но это понятно что это это не два и поэтому вот так чтобы ответить вам я должен иметь этот материал в руках такие так конечно конечно может вам будет неудобно зачитывать благодарности ваш адрес от людей пусть это делает кто-то из ваших братьев что живут у вас я так и сделал сейчас будет наш тезка по фамилии колесников никита или володя но володя вот он где а никита вот он поверни на себя покажи он снимает вот вы часто что-то копируете себе на экране пусть они зачит зачитают накопившихся за день ведь вы наверное мы ведете на компьютере дневник записей накопившихся от людей именно так вот интересно откуда будем это знать то у меня записи идут за каждый месяц все что мне пишут и я пишу у меня все абсолютно копируется и сохраняется иногда бывает там человек потеряет что-то кроме того на нашем форуме не сайта форум зарядите игнатий лапкин форум я там переписки свои время от времени опубликовывать разрешение тех о ком говорю некоторые отошли ну да и куда-то уехали люди там переписки с примерно 7 человек и с бывшими баптистами с мусульманкой и с разными людьми там кажется со священником было и один он преподаватель в красноярске в университете в академии и ведет еще катехизаторские курсы при епархии красноярской московского патриархата юрий соболев и вот у нас дольше всего это сохранилось а я ему копирую много из того что мне пишут он в курсе дело-то но время от времени я снимаю всю информацию и выставляю если вы зайдете на наш форум то на форуме прямо на первой странице ну которая откроется для вас на каждый на зарядите соболев или переписка соболев юрий и вы там увидите огромная огромная переписка какого какие мне люди пишут а то чем вы пишете я ему скидываю а потом тогда когда даю уже все абсолютно и они идут и идут страницы за страницами там читать это книга настоящая большая и в одну книгу еще заложишь вот это у меня как раз есть дальше почему бы не поделиться этой информацией с телезрителем вашего канала лишенного компьютерной грамотности я сказал где на нашем форуме зарядите формы гнатия лапкина я уже по вот это как раз на форуме сейчас записано к на форуме это мне забросил кто работают нас несколько человек работает в контакте они берут мне забрасывают сюда на форум я отвечаю они берут тогда к тем людям вот как обстоятельства я в контакте не бываю я работаю только в мой мир дальше на нашем форуме и в ю тубе канал игнотела канал во свете библии открытым оком канал вот он я открываю вот он наш канал посмотри православный видеоканал открытым оком во свете библии вот все вот в нем я и сижу каждый день дальше смотри где мы мы понятия не умея не имеем что такое сайт напишет во во первых это будет полезно таким как мы не умеяхом компьютерным мы понятия не имеем что такое сайт и форум поэтому не имеем такого возможности смотреть что вы отвечаете людям где-то на форуме а вот на видео смогли бы черпать информацию ну на на фору из форума уже не взять там у меня полторы тысячи тем там много видео много аудио много фотографий то есть форум огромный огромный просто огромный и там все есть о о чем бы вы не спросили если зайдете на сайт то справа там 55 папок в алфаэтном порядке 55 тем это взяты вопросы ответа из моих 38 книг вопросы ответы вопросы ответы допустим что такое работа семья евреи мусульмане патриархия только открой папку и там идут одни вопросы из какой книги том взяты в нет книг и сразу открывается весь ответ то есть это огромная огромная работа была проделана у меня как то получается так все немощь моя явлена я говорю я этого не могу сделать все просили сгруппировать из книг там вопросы которые мне давали в университетах воинских частях на радио на телевидении и как-то по темам найти то ну я хочу знать окошко где-то написано или нет или для материи или там еще что то я говорю я умру и кто-то займется но получилось так что вот так же вот пишут дать надо и пришлось самому 30 томов открытым оком заново мне проходить и разгруппировать на 55 папок а что будет 50 папа я тоже не знал поэтому мне весь экран весь рабочий стол был папками какой вопрос куда какой куда и потом только выставить а теперь как сделать отдельные вопросы и что вопросы потом только к ней будет ответ это помог и евгений вот который приходит если ты его на это это юлин близкий знакомый он в этом учился и кальмаев так то его фамилия нет вот припомни потом он стоит здесь даже вы наше когда всех фотографирую администрацию модераторов кайменов кажется вот и он программу мне принес это и тогда я начал делать так чтобы одни были вопросы но чтобы понятно было как это вот я сейчас немножко покажу вот наш сайт посмотрите легко вот сайт во свете библии православный библейский сайт так как украшен образ христа божьей матери а вот главный православный так православный формат не только ткни уже на форуме вот видеоканал ткни вот будешь на видеоканале видите как удобно а вот эти вопросы вопросы вот четыре тысячи сто двадцать четыре ответа по темам вот они где ну что такое допустим что интересует ну скажи природа праздники потеряевка политика покаяние пища посты сейчас после то я нажму 302 номер это смотрите я его нажал вот открылись вопросы вот первые то вопросы вот какие отдельно по какой вопрос ткнешь и сразу вот сколько вопросов откроется ну я допустим ткнул первые вот теперь они открылись вопрос в магазине продается сок специальной упаковки которая прилагается соломинка или трубочка из которой надо сосать сок не находите ли вы в этом что-либо отрицательное вот я сейчас не утолкну а вот ответ ничего не купил в этих зарешеченных магазинчиках комках и тем более съестное до какой степени нужно страдать гортанобесием чтобы найти на поводу разрушающих наше здоровье законсервированными соками которых всегда добавлены кислотные эссенции что продукт не портился пищу нужно есть не смешанный в чистом виде также и сок это глупое сиборитство гурманство для беднейших есть насмешка духа лукава мысленно вообрази кто из святых стал бы так утолять жажду василий великий утверждает что у верующих все иное еда и питье и одежда 1 послание и она 2 глав 15 17 стих не любите мира ни того что в мире кто любит мир в том нет любви в очи ибо все что в мире похоть плоти и так дальше какие вопросы и дальше идут ответы вот я возвращаюсь назад вот еще один шажок назад вот теперь дальше какое баптисты говорят что пост означает не сегодня есть зачем вы православные идите в посты ну и вопрос такой где 1138 третий том открытым оком то меня 30 томов открытым оком по 750 страниц и открывает кнул вот ответ иногда ответ бывает очень большой что вы не едите мясо говорят а вам никогда не хотелось пельменей вот я ткнул вот ответ я с детства готовился стать народным мстителем убивать коммунистов за все что они сделали с моей родины и как рахметов приучал себя к всяким решениям как делал юноша сава освященный он хотел есть и вдруг перед ним на земле лежит свежий яблок он смотрит на него и рассуждает я могу его взять и утолить голод и так может сделать каждый но я пренебрегаю этим и ударил по яблоку ногой пусть другие так попробуют сделать могу но не сделаю желаю но не исполню так и относительно мяса и пельмени хочу но убеждаю себя что это не полезно я получил от родителей прекрасный организм крепкое тело и всегда ставил перед собой этот вопрос это я люблю но могу ли обойтись без этого решение принято и подвожу черту под выпивкой под мясом под мороженым и другим мне это не надо и настраиваю себя на то что это и не полезно и подвожу под это основание до потопа люди не ели мясо и жили сегодня есть целая народности которые не вкушают мясо вегетарианцы кроме того некоторые люди соблазняются себе мясо и полюби к ним я исключаю его из своего рациона 1 коринца 8 13 потому если пищем соблазняет брата моего не буду есть мясо вовек чтобы не соблазнить брата моего видите как то есть вы если зайдете вы сколько здесь найдете а вот здесь вот аудио то написано звук и видео вот я ткну в него звук и видео а тут творение на златоуста 12 томов в аудио жития святых 12 книг добротолюбия 5 книг григорий диченко 4 книги она снятые фильмы я просто попутно отвечаю на вопрос вот этих николая и анны колесниковой убираю вот дальше считаем и ничего страшного что где-то ответите на на то что отвечали вы почти в каждом видео отвечаете о состоянии нынешней церкви хоть и об этом и не так часто спрашивают и так всем это известно решили написать вам это посмотрев ваше видео о письме на поэт года вы сделали очень хороший шаг обратившись подписчикам за советом вот и мы решили пользуясь случаем написать вам надеюсь что наша просьба будет услышана создайте и видеть вечернюю рубрику вопросы пожелания и события дня и дата видите как вот люди какие пенсионеры какие они интересны и интересная просто я с сегодняшнего дня попытаюсь это сделать и мало того на ночь буду заряжать именно сегодняшний в этот день и выставить один ролик я сумею выставить они меня уже задели за живое дальше еще и еще если возникнут сомнения нужно ли просвещать таких неумех как мы не имеющих компьютера пожалуйста зачитайте отдельно видел наше это письмо как вы зачитали про поэтов и далее также спросите на видео подписчиков одобряет ли они введение вечерней рубрики событий пожеланий и вопросов дня но я сразу спрашиваю зрители которые будут смотреть этот ролик согласно они какие-то советы да и дают ну давайте попробуем может быть действительно у нас что-то получится у меня очень большая информация за день приходит и я ничего не буду прибавлять прибавлять только то что есть ну просто будет может быть действительно интересно просто все это прочитав скажите чтобы оценили это положительно или отрицательно или написали комментарий под видео и по результатам будет видно насколько другим важна такая тема на 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 вашем канале кстати когда новостей и сообщений не так много можно выпустить видео за прошедшие два дня с любовью и уважением к вам николай и анна колесникова ну николай она благодарю вас я вас больше ничего не знаю ну если это все действительно так потому что тут не фотографии ничего нету я это принял принял и ну хочу сказать как мне это понятно так и будет сделано сейчас я покажу это отдельно вот что здесь я сейчас покажу с самого начала где у меня было немножко подожди ка вот это у меня тут ответы были и слово божие ну это это большой большой материал по егилу ну вот начнем отсюда вот татьяна татьяна считай и на тихонович добрый вечер я каждый вечер слушаю ваши ролики спасибо большое за ссылки которые вы мне выслали стараюсь просматривать на материала очень много а времени к сожалению хватает но смотрю с удовольствием спасибо за пищу духовную вы нам столько много рассказываете и показываете своим примером какая должна быть любой богу и заставляете задумываться нас я благодарю бога что встретилась с вами дай бог вам здоровья слава богу и иисусу христу аминь вот это письмо видите тут отвечать вопросов не на что но явно видно что человек это принял повторяю ни одного слова я не добавляю не добавляю кое-что убавляю потому что бы большие бывают письма ничего нет это прямо даже видно что то она другим текстом дальше оксана слышит в беседе с юлией долгневой и наталья долговой поднимаемые вопросы о семье вы разложили по полочкам и при том во свете библии так она и получается авторитет мужа не должен быть выше авторитета библии если муж не подчиняется слову божию не творит волю божию бог сам отведет мужа в плен и будет он ужасом притчу и посмешищем у всех народов которым отведет его господь второзакония 28 глава 37 стих и здесь терпение святых благодарю что вы слушали меня увидела в обед что вы выставили ролик о крещении но еще не изучала его спаси христос вас и на тихонь и всех сработников ваших благодаря которым за тысячу километров видим труды ваши во славу божию она же пишет дальше тогда в середине 2012 года после развода с юрой вы написали мне живи в чистоте и для меня не было трагедии трагедии развод просто очередной этап христианской жизни наблюдать дальнейшую деградацию юры было намного труднее но мы с детьми не оставляли его но когда юра совсем уехал от нас он быстро потерпел крах и сам признавался что непонятно каким образом остался жив я изредка обращалась к вам чтобы вы помолились о нас и вы отвечали молюсь и для моей семьи и вы лично были как близкий родственник и дети знают вас как игнатия тихоновича слушая ваше наставление храни вас бог оксана лиза и лука вот дальше ирина коновалова из сша приобрела недавно все все наши книги она пишет читаешь и даже невозможно оторваться легко читается и дальше мир вам и на тихоныч ваше сегодняшнее видео про крещение я считаю ответом на мои молитвы буквально вчера я думала вот напишу вам почти такие же вопросы но сначала утром помолюсь попрошу господа чтобы помог и буквально через час или два после моей молитвы вы выкладывать это видео благодарю дивные дела твои господи вот я это убираю вот сейчас и покажу уже вы выписаны потому что это не одна минута вот сейчас мы продолжим дальше это я уже брал с общего дневника а теперь беру то что сегодня остальные там личные такие дела кто приезжает уезжает и кому книги высланы вот пишет кто александр лифанов мир вам и на тихоныч главное что люди увидят что обманывали самих себя только чтобы не было уже поздно интересно было бы увидеть ваше видео на канале открытым окном во свете библии с комментариями относительно личности метара тарабича и его пророчеств спаси христос ну потому что он там говорит метар тарабич вот такой то на севере человек будет и торговая я посмотрел разбил там у него 11 этих параметров так можно сказать которая все как бы относятся и ко мне вот я сейчас ну смотри здесь на букву тарабич это есть чтобы люди которые не знают то прс это я вишни робита полный тарабич сейчас вот он говорит в народе первый пункт а в народе то есть не монастыре нигде это там а в народе живущим далеко на севере для ли далеко на север это и всегда имелась ввиду россия россия дальше считай появится маленький человек так который станет учить людей любви и сочувствия четвертое но вокруг него будет много лицемеров пятое поэтому ему будет очень трудно шестое никто из тех лицемеров и знать не захочет что такое истинная благодать седьмое но от этого человека останутся мудрые книги восьмой и все сказанные им слова книги одно и все сказанные то есть я занимался магнитофонным делом и у меня еще не расшифрованных то есть не опубликованных просто сказать страшно примерно две с половиной тысячи часов беседы с кем я встречался вот какой-то автор книг я еду в москву артисты брал интервью репрессированные это все требует публикации притом в аудио кое-что переведено у меня в книга в двенадцатом томе и подальше девятая и позднее люди увидят что обманывали себя метар тарабич вот видите как она спрашивает этот его ирина дальше что не подходи и к себе не подпускай и более ничего так не дашь его все же прочитали здесь просчитали но сейчас мы посмотрим но это я говорил о том что тут одна замуж не вышла а он оказался ну не не так как было раньше считаем дальше ага вот где дальше андрей гусев андрей гусев приветствую дорогой и натихнович огромное спасибо книги я уже получил прилагаю две фотографии уже начал изучать большая просьба молитесь о некоторых моих друзьях баптистах которые сейчас в раздумье о правильном пути оксана огнева и натихнович благодарю вас за вашу просветительскую деятельность за такую активную жизненную позицию за духовную пищу на ваших сайтах хотелось бы узнать о судьбах детей из вашего православного детского лагеря уже 40 лет вы имеете такой удивительный лагерь где дети воспитываются во христе есть уже наверное 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 те которые могли бы сами рассказать о том что дал им лагерь что им особо дорого такие истории были бы интересны и поучительны спасибо с христос ну я отвечаю это уже описано в моих книгах игла это игнатий лапкин не игла который колется их а л с большой буквы я это поясняю что она означает посмотри а вот она говорит 40 лет не 40 лет а 44 года и основатель этого лагеря и дети там описывали они уже взрослые вот есть дальше вот это пишет неправославный человек из америки владимир лишь как он разделил влада потом мир спасибо вам за примеры жизни во христе все ваши видео бесценны вы исцеляете и постыжаете нас обожравшихся христиан которым все мало как мы не благодарим как мы не отдаем господу ничего все забираем себе и думаем только как бы еще больше обогатиться вот поэтому сам бог боюет с нами потому что что господь дает для славы своей славы мы обращаем для себя в местности где мы живем уже три молодых человека умерли от наркотиков только на прошлой неделе и все дети верующих родителей вот это да а вот это пишет димитрий эстер это сорокин и тот из америки пишет а этот пишет и из новосибирска мне еще баптист принял крещение у нас потеряевки православным стал с мамой вместе дальше мир вам и на тихонович встречался с диаконом иваном скажу сразу прямо книга что обложка что содержание не дает радоваться и то есть внешний вид человека и как он говорил с ним лишь как он выразился книжка как человек ему 23 года спросил почему так рано рукоположили он сказал потому что был готов и то что не хватает людей чтобы служить не сперва показалось что ему действительно понравились ваши проповеди но концу разговора стало понятно что я ошибался суть разговора главное чтобы не впасть прелесть я у него спрашивал что именно это значит он мне так и не объяснил потом оправдание почему раньше крестили неполным погружением это что православная церковь очень долго идет к исправлению я понял что со временем будет еще хуже но и про вас пытался мне объяснить или намекнуть что может быть вы находитесь в прелести и расколе хотя вашу биографию даже не держал в руках знает только придуманную про вас ересь я пробовал оцентрировать внимание на святых отцах например златоусти но он сказал что очень ленив на чтение хоть честно хоть честно сказал и то что не хватает времени даже библии почитать вывод беседа была создана для оправдания попов и уменьшения авторитета к вам на самом деле он мне только подлил масло в огонь который внутри меня поэтому недолго ему будет ждать следующей встречи со мной с библией святыми отцами слава христу так ну а тут еще один пишет андрей гусев это из сектантов вроде как я понял пришел в православие и вот он задает мне вопрос ну вот видно какой у него адрес тут и на тихоныч как я вам и говорил я только присоединяюсь православие спасибо вам за ролики и другие материалы сайт форум книги через это мои глаза стали открываться подскажите пожалуйста первое какие молитвы из утреннего вечернего правила использовать или необходимо молиться полным правилам второе молитвы перед едой и после лучше из правила или своими словами третье тоже молитвы перед началом работы дел дело 5 4 нету нету я не выделил а так у меня раскинулась при чтении писаний если приоритет по времени удаляем уделяемому ветхому или новому завету каких святых отцов или других духовных авторов вы могли бы мне порекомендовать для чтения какие вопросы от одного человека сколько надо времени ответить то у меня целый день я каждый день минимум 16 часов сижу за компьютером ничего не создавая просто я в этом месте нахожусь и работаю извините что отвлекаю вас спасибо заранее за ответ привет и поклон володе никите братьям и сестрам я отвечаю достаньте в церкви молитвослов там на все случаи могут быть молитвы но хорошо бы на русском языке достать мы всегда читаем на утреннем молитве псалтырь на русском языке одна шестидесятая часть псалтыри одна слава потому что три славы это кафизма во всей библии 20 кафизм дальше приоритет всегда дается новому завету но мы всегда читаем и ветхие новые заветы утром блаженного филакта толкования нового завета святого я на златоуста на нашем сайте есть он весь 12 томов в аудио жития святых дарод добротолюбие все это есть тут же в аудио мной начитана там 50 книг примерно дальше роман малыш здравствуйте и начинность праздником вас спасибо за стихи заставили меня прослезиться то есть у меня написано три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений все стихотворения по девять четырехстрочных куплетов я их выставляю по два каждый день сейчас тут вечер уже поздновато но все равно я постараюсь два стихотворения поставить снова они у меня начитаны в аудио внизу в ворде дальше спаси нас господи иисусе христе сижу пишу третью статью о вас 4 декабря у моей матери был день рождения завтра придет к нам посидим отпраздную с детьми вспомнил про этот стих что прислали про маму думаю прочитать ей его завтра начал читать заплакал сколько крови я у своей матери попил сколько худого сказал сколько не сделал доброго давно у меня не было слезного покаяния не случайно вы мне это стихотворение прислали да не случайно благодарю бога за то что блядским скандалом познаком меня с вами благодарю отца сергия дудина что свел меня с вами ну кто не понимает это слово бля блядский это не ругательство потому что он сказал что это степаненко максим он председатель это пишет председатель миссионерского отдела томской епархии был и он сказал женщины которые наживают детей без мужа просто наживает это бляди вот такое слово а слово блять она в словарях церковных в церковной службы означает развратная женщина или скандал там вот это а люди считают ругательное тогда не ругательное не матершинное слово но они как за это ухватились дальше сколько я влечения получил не могу не заметить и множество добрых плодов после крещения то есть он летом принимал у нас крещение с полным погружением но пишу я не только поэтому коль такое покаяние у меня возникло как раз после того как я написал поэтому поэтому критики на техность и лапкина должны внять себе твои дела веры соответственно тому что делал и делал что делал идеи делал и делал и делал этот алтайский старик ты сам-то хотя бы сделал 10 процентов от того что он сделал это он пишет моим гонителем хулителем а он и знает они из одной епархии разумею то что пишу все по внушению божьему поэтому когда я напишу четвертую статью где я буду вас обличать прошу уменьшить ум и сердце увидеть и услышать ибо из последних роликов я вижу что вы так и не поняли мои слов я отвечаю время быстро летит и учителем является является и учителем является зри душа третий ездор восьмая глава 4 стих я отвечал и сказал душа пожили смысл и поглоти мудрость дорогой дорогой мой брат максим я очень хорошо слышу вас и молюсь не печальтесь все свое время прояснится обнимаю и целую искренне по-братски дальше пишет кто давид тиминадзе здравствуйте игнати здравствуйте игнати прошу вас ответьте мне пожалуйста я вижу что вы соль я слаб и в погибель иду спасите меня пожалуйста я буду очень вас ждать я недавно обратился к христу мне очень тяжело делать первых шаги христос уже мне помогает он избавил меня от сквернословия и похотей тела это он но я недостойный его милости постоянно эту свинью в которой живет моя душа расслабляет и отвлекает и делают несерьезным к нему эти страсти мирские я не читал никогда библию и сейчас не могу сосредоточиться это бесы я знаю я крещен опрыскиванием я думаю что я должен креститься как должно в воде я хочу перейти прийти господу можно ли мне просить вас крестить меня я живу в петропавловске казахстан я сегодня только вас увидел первый раз по воле божией вы мне ответить ответите такая радость пришла это он да благослит вас иисус христос аминь по скрипту я одно и тоже копирую по всем вашим сайтам в надежде связаться с вами давид тиминадзе вот я ему сказал почему вашего портрета то нет вот ну и дальше он вот это ответил что я вот это не аватарка то тут такое-то дальше михаил кальмаев михаил кальмаев почему меня в тролли записали то есть его моих улетели записали его в тролли это наверное из-за двух двух из-за двух роликов которые я выставил там дудин о канонах рассуждает один еще февральский а другой сентябрьский такой бред несет все перевернул и извратил сам себя припер к стенке и выкручивается но по сравнению с февралем в сентябре он лучше уже владеть искусством заморачивать людям голову и еще о причастии принято такое понимание что причастие это лекарство от греха поэтому нужно как можно чаще причащаться больные же все грешим и еще кто причащается тому прощаются грехи и об этом священники только и говорят а тут недавно у отца кураева андрей кураева прочитал свое тайное блядословие у гейерархов несомненно есть ведь они мальчиков не покупают на улице и не подбирают на сайте знакомств они совращают семинаристов и послушников то есть ребят с высокой религиозной мотивации и определенным знанием в описании и заповеди денег и вина тут недостаточно им нужно извратить ум юноши сделать его своим не просто сотелесником но и единоверцем некоторые и доводы вполне громогласны причастие даже без исповеди отпускают все грехи радикальная миза миза агония все этого не о том что без греха и дня не прожить другие уже эзотеричны давид и онафан 2 царств 1 глава 26 стих и он лежал на груди иисуса пётр иди за мной пётр любишь ли меня то есть они во всем видят этом что христос был геем то есть даже большего богохульства придумать нельзя и это все делает кто андрей кураев и об этом пишет эти и иные доводы одинаково в разных странах и поколениях что дает основания предположить что у них есть свое устойчивое предание и речь тут уже не просто от чьей-то личной разращенности похоже в наших монастырях доживает свой век какая-то недобитая в древности гностическая секта с альтернативным пониманием секса у гностиков было мощное мифологическое обоснование гнушение обычного секса и деторождения и и тоже ведь упирает на прощение грехов через причастие патриарх в одной из недавних проповеди сказал что причащаемся в оставлении грехов то есть грехи прощаются вот она эта новая вера которая не имеет обоснования в библии вот за этот подрыв неевангельской веры вас и гонят такие как дудин и скоротовский в эту их веру гармонично вписываться мощи чудеса пояса крестные ходы а вы и началась всю эту их гармонию рушите через свои книги и ролики и тем что назойливо повторяйте одно и то же колите и колите каждый им хочет чтобы у вас не было за ограду церковную хотя бы выгнать но бог не дает александр васильев и на техночь доброй ночи пишу вам находясь на работе собираюсь 13 декабря поехать в москву если будет угодно господу хочу посетить храм который расположен напротив храма христа спасителя какой у него точный адрес но это набережная 22 которая там храм никола на берсеневке там отец кирилл сахаров игумен прекрасный пастырь в полное погружение может крестить но он и московской патриархии но ведет службу все по старообрядческий до реформе надо никоновская он один на всю патриархию такой где бы он ни был во всех храмах с патриархом везде служит по старому обряду человек имеет два высших образования я у него бываю когда проповедую его храме смотрю ваши видеоролики на ю тубе и профессора осипова и хочу задать вам вопрос вопрос муки в аде вечный но не бесконечный второй вопрос зачем бог сотворил человека третий вопрос по утверждению осипова а он приводит не свои мысли о святых отцов что в конце концов все унаследовать царство небесное так как господь бог есть любовь но через различные испытания или муки я видел вашу беседу с максимом степаненко где он просит вас что-то новое говорить прошу вас если угодно богу поставить ролик на эти три вопроса храни вас бог слава иисусу христу юрий соболев так интересно готовлюсь занятием сегодняшним по матфея 7 глава смотрю ваши ролики по этой главе где вы с володей и все размышляя пророчествах в новозаветном времени вдруг как бы между прочим вы в ролике отвечаете на этот вопрос дивен бог слава христу а дальше я уже выставил ролик что отправил письмо патриарху и путину чтобы дали мне добро проехать через турцию помогли и в этот выгил войти в эту террористическую организацию я на это отвечает вот одна женщина галина галина влеська это друг другая епархия совершенно далеко отсюда дальше галина влеська не советую как врач стремится к шизофреникам типа чикатило русскоговорящим бандитам жаждущим крови которых панзомбировали игилов щеки и игилов щеки запросто отрежут свои же крещеные голову игле это вам не по нашим тюрьмам входить с охранниками в камеры к бесноватым убийцам думайте не матрости начиная молиться против а местные руководители арабы наших крещенных больных парней вашу миссию просто не поймут лютая ненависть кино вере кроме местной хорошенько подумайте вашим врагам на руку ваша смерть вот этот дух и толкает вас на лютую смерть как и иисуса христа с высокой стены оборвется веревочка со всеми нами а нас много и от нас всех веревочки истины протянуты по всей планете где родился там пригодился не чтоб я не ездил никуда харин харин это далеко петрозавод где-то там под недалеко видимо от петербурга никто из них не поможет официально мафиозной структурой или кадыров доехать помогут и паспорт не нужен дальше вячеслав дронов и на тихность я конечно молод и не могу судить поистине но мое мнение следующее вы претерпели многое жизни но вы это делали не ради подвига а по призванию и про промыслу и смогли все это совершить с помощью бога и теперь если это не пролезки лукао то это дело получится хотя я не вижу здесь рассуждение на вас сейчас особенно восстали серые волки и как бы это не было тонким потворством их желанию уничтожить вас своими же руками мое мнение вы нужны на своем месте особенно сейчас когда все больны михаил кальмаев иначе ночь я с вами хочу поехать возьмете мне не сказал что вы в сирию собрались я тоже хочу сыгнать их ночью поехать если возьмет а она как с работой а я и говорю что уволюсь а она у меня ноги подкосились от твоего сообщения офицер пишет из армии андрей ложкин приезжал андрей ложкин господь и иисус христос вам в помощь на тихность проповедуйте слово божие всякой твари я усилю молитву за вас я за вас молюсь как за духовного своего отца вот от артем из казахстана по поводу вашего письма президенту путину владимиру и патриарху кирилла миссии в игил уважаемый на техноч посмотрел ваш видеоролик о намерении поехать в игил я прошу вас не ехать понимаю что бог все может усмотреть но я думаю не нужно этого делать и вот почему несколько дней назад я вам писал и прикреплял письмо ссылку на видеоролике про масонов вы мне ответили что посвятили этому 14 лет своей жизни и все-таки прошу вас их посмотреть так как там идет пояснение по библии так вот если коротко вы наверное в курсе что эту заваруху на ближнем востоке придумали масоны кукловоды придумав также и так называемый гил в интернете много видеороликов про игил поймите что сами руководители этого игила которых назначили масоны они не являются верующими людьми мусульманами по корану они актеры или агенты им за это платят солидные деньги и они их отрабатывают поэтому выслушать может они вас и выслушают и может даже не убьют но это никак на них не повлияет даже если вы их и убедите уверовать в христа на все воля бога то максимум что произойдет это как только они примут христа их казнят и сразу же на их место поставить другого не имеющего совести и вам это не исправить чтобы влиять на гил вам нужно тогда провести беседу ротшильдами и рокфеллерами или выступить на комитете 300 кроме того само появление гила допустил господь так как все происходит по его воле так что не тратите зря время его у вас мало тратите время пожалуйста на тех на пожалуйста на нас тех кто смотрит ваш канал кто ищет бога мы вас любим и желаем вам долгих лет жизни для того чтобы вы как можно больше людей привели к богу ваш друг отправил информацию о вас на два центральных телеканала на которых освещает активно тему игил а именно лично владимиру соловьеву и александру гордону кто такие люди легко найдете на ютубе могут позвонить с москвы имейте ввиду отправил им тоже ваше письмо а также сделал дубль письма на кремлин президенту да изучив ваш твиттер нашел что у вас друзьях в твиттере есть несколько приближенных к руководству игил общение с ними с вашей страничке уже виду на уровне приветствия пишу им на арабском языке и от них ответ получен тоже на арабском делаю перевод на русский от вас нужен текст обращения главарям игил или с кем вы хотите встретиться набранный текст или высланы мне а также зачитано на видео далее я текст переведу в голос на арабский наложу на ваше видео будет ваше обращение к игил видео на арабском языке разумеется и название описание все будет переведено тоже на арабский это видео будет распространяться среди членов игил и уже до вашей миссии будет кое-что ясно во первых кому и куда ехать и кто готов переговорам во свете библии с вами все описано реально сделать от вас текст кигил и он же зачитан на видео остальное все сделаю а это другой пишет вы мне тоже дороги и вижу как вы стремитесь к смерти именно поэтому важно избавиться от критических ошибок и немощи и подумайте какая уникальная ситуация сложилась чего не было в истории церкви какой таран устроил господь на ваш твердый лоб трое человек все из одной епархии и 1 миссионерского отдела друг другу враги один предатель дудин другой враг изначально самсонов другой настороженный почитатель я и все же все трое обличают я это сделаю чуть позже попозже где такое было важно чтобы вы услышали что обличает господь среди обличения человека ангел смерти рядом я пишу и и все же все обличают пишите вы я отвечаю это игла это защитие я отвечаю это ему что и все же все же все трое обличает пишите вы но обличение от поношением мне думаю надо да ну отличить вот так 1 калифина 7 глава 40 40 стих думаю я имею духа божия исайя 57 13 когда ты будешь вопить спасет ли тебя сборище твое всех унесет ветер развеет дуновение исайя 41 29 вот все ничто ничтожны и дела их и ремия 22 22 всех пастыря твоих унесет ветер и друзья твои пойдут в плен и тогда ты будешь постыжен и посравлен за все злодеяния твои во свете святой библии обличение приемлю но таковых не было ни одного за ты за 53 года и это тоже чего-то стоит история говорит что перед выходом веспасиана римского императора со своими войсками к стенам иерусалима к стенам иерусалима в этом городе появился один неведомый человек который вопил горе всем горе всем и только в последние дни взятия города он добавил слова и мне горе звали его иисус не христос изыкиль 2 глава 5 стих будут ли они слушать или не будут ибо они мятежный дом но пусть знают что был пророк среди них изыкиль 33 глава 33 стих но когда сбудется вот уже и сбывается тогда узнают что среди них был пророк михея 3 глава 11 стих главы его судят за подарки и священники учат за заплату и пророки его предвещают за деньги а между тем опирается на господа говоря не среди ли нас господь не постигнет нас беда ивов 8 глав 2 стих долго ли ты будешь говорить так слова уст твоих бурный ветер изыкиль 13 глава 11 стих скажи обмазывающим стену грязью что она упадет пойдет проливной дождь и вы каменные градины 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 а и вы каменные градины падете и бурный ветер разорвет ее и риме 1 глава 19 стих они будут радовать против тебя но не превозмогут тебя ибо с тобою говорит господь чтобы избавлять тебя я с тобою ну вот я что дал ибо я с тобой я с тобой господь говорит вот я дал какие ко мне пришли письма вопросы и мой какой ответ вот сегодня мы начали ну что у нас была просьба я постараюсь сейчас этот ролик снять подготовить его и к утру выставить благодарю еще раз николая и она колесниковых мой никита тоже колесников но и как бог даст во славу божию все показывает дальше скачивай